Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами информацией о канадской медицине. Мы первый раз здесь в Антарио попали в хоспитал с ребенком. И поделюсь впечатлениями, инсайтами о канадской медицине и что здесь надо ожидать. Итак, поделюсь нашим опытом. Недавно сын упал, повредил ручку и нуждался в том, чтобы попасть к врачу на осмотр, сделать рентген и помочь ему, потому что рука опухлая и надо было посмотреть, что с ней. Было два варианта. Поехать сразу в хоспитал, где все это могут сделать, но я почему-то решила поехать сначала к Волкин клиник врачу. Я хотела поехать к семейному врачу, к семейному врачу долго, записи вот так вот, чтобы сразу не было. Поэтому я пошла в Волкин клиник, которая возле нас и где хороший доктор. Мы к нему попали. Он нам сразу дал направление на рентген. Надо было проехать еще 10 минут в специальный диагностический центр, где делают рентген. В принципе, без очереди все быстро сделали. А после этого уже началось самое долгое, канадские вот эти все правила. Потому что на снимке лаборант посмотрела, сказала, что видит трещину, но она не может мне ничего сказать. Надо подождать, когда рентгенолог посмотрит, проанализирует и скажет точно. Когда он посмотрит, от 30 минут до 2 часов. Хорошо. Дали мне результат на диске. Диск такой, что не открывается. Допустим, в нашем компьютере он не подходит, он почему-то не открывается. И на флешку тоже не дают и не распечатывают. И у врача Волкин клиник тоже нет возможности. Это диск открыть и распечатать. Вот. Так что диск есть. Я успела сфотографировать на экране, когда мне в этом диагностическом центре показывали. Я сфотографировала, чтобы отправить родственника, когда у Юры мама работает в рентгене. И она пошла показывать это снимок врачам, чтобы нам что-то сказали, что нужно делать ребенку, пока мы здесь ждем, когда кто-то окажет помощь. У ребенка рука опушая. Никто ничего не рекомендует, не говорит. Опять же, если бы нам бабушка не сказала, что нужно сделать, то мы бы так и ждали бы еще долго. Никакой мази. То есть, даже не то, что никаких рекомендаций не было оказано ребенку, чтобы помочь. Вообще, даже никакого беспокойства, я не знаю. То есть, ну, вообще. Пришли-ушли. И как бы все на вашей совести. И это такая особенность, в принципе, особенность Канады. что по факту никто никому здесь не нужен. И я это говорю не с обидой на что-то, то есть, а просто это нужно понять, принять и не ожидать. Потому что очень часто мы разочаровываемся именно из-за того, что были завышенные ожидания. Если этих ожиданий не ставить, то будет все окей. И это вот, наверное, первое мое такое глубокое понимание Канады. Потому что вообще везде, не только по врачам. Потому как я пыталась поступать на разные обучения по программам. Потому как я пыталась получать свою лицензию. издавала IELTS, CLB-тесты английского языка. По всему суть была одна и та же, что реально ты, как человек, никому не нужен. То есть, у них есть определенные схемы, шаги, которые нужно выполнить. И все. Если ты не выполнил этот шаг, какой бы ты ни был хороший, или как бы тебе хорошо ни относились, тебя на следующий этап не допустят. Это как бы надо понимать. И то же самое и с ребенком. Сижу я, жду. Поехала я домой, потому что думаю, ехать в госпитал, ребенка нужно покормить. Я знаю, какие-то могут быть очереди и все такое. Поехала я домой, покормила ребенка. И стала думать, что нужно звонить. Стала звонить в этот диагностический центр, где мы были, спрашивать, проанализировал ли рентгенолог наш снимок, готовы ли какое-то заключение, будут ли какие-то рекомендации моему ребенку. Она говорит, да, отправили. Звоню я в этот уолкинг клиник врачу, где мы были. А я звонила до этого, спрашивала, могу ли я поехать с диском, может, он посмотрит и что-то сразу. Он мне скажет, потому что он сказал, что нет. Звоню я потом, вам отправили. Они говорят, нет, опять мы ждем. В общем, до тех пор, пока я уже на эмоциях не стала им говорить, что у меня ребенок больной, и вы мне не можете помочь ничего сказать, тогда они начали чуть-чуть шевелиться. Позвонила, позвонила, узнала, позвонила врачу, потому что врач ушел, и чуть-чуть нам вот что-то сделали. Направили, сказали, едьте в Энергенсе. Поехали мы в Энергенсе. Сейчас же ковид. Сейчас это все первое дело. И вот мы были как бы в одном этом отделении со всеми людьми, кому нужна первая помощь. В принципе, мы там провели, наверное, пару часов, пока все сделали. То есть, в принципе, недолго. Может, потому что у нас уже был результат. Может быть, ну, скорее всего, поэтому, что нас уже направили с конкретным результатом, с диагнозом, и нам нужно было только оказать помощь. Или гипс, или бандаж. И врач нас посмотрел. Как всегда, это здесь врач смотрит 2 минуты и уходит. Дальше с нами разговаривал медработник какой-то. И этот медработник сказал, что давайте, что вы хотите, гипс или бандаж. Я говорю, ну, давайте, наверное, бандаж. Я не хочу гипс. То есть, корсет такой, да, на руку. Я не хочу гипс, говорю ребенку. Ну, хорошо. То есть, что вы хотите, мама? Никакого информирования. А если мама не знает, что лучше, ну, в общем, ладно, окей. Я заплатила 50 долларов за этот корсет на ручку. Медработник показал, показывал мне, как одевать этот корсет. И одела, но его слабо. Ну, потом переодевали, завязывали так, чтобы был какой-то упор, и ребенку, чтобы нормально было, все держалось. Вот. И отпустили нас через две недели показаться. За все остальное я не заплатила ничего, потому что у нас общая медицинская страховка. Она заплатила только 50 долларов за это все, за, кажется, бандаж на ручку. И потратила с 9 утра до 4 часов у меня время на то, чтобы помочь ребенку. Ну, мои выводы будут такие, что я не как хочу сказать, что канадская медицина плохая. Я считаю, что нужно просто не ставить высоких ожиданий. Вот и все. Нужно просто ожидать вот этого. И если вы будете ожидать вот такого отношения, чтобы самим оказывать влияние на врачей, самим говорить, что нужно делать, не соглашаться, спорить, настаивать, ну, тогда, наверное, будет все хорошо. Вот такой наш опыт. На этом у меня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok